От Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Железнодорожный эшелон «Мы – армия страны, мы – армия народа» прибыл на Московский вокзал Ярославля. На площади вокзала юноармейцы, курсанты, ветераны, немало и гражданских. Тех, кто интересуется, насколько страна сегодня готова отражать военные угрозы. Я считаю, что сейчас самый пик развития вооруженных сил. Тут представлены новейшие образцы вооружения. Детям, я думаю, будет полезно посмотреть и расширить свой кругозор. Каждый из 17 вагонов – мини-экспозиция о прошлом и настоящем вооруженных сил, что накануне Дня Великой Победы заставляет не просто ощутить гордость. Мы чтим память тех воинов, которых с нами уже нет. И именно мероприятие, которое проводится сегодня, оно проводится для того, чтобы новое, молодое поколение россиян помнило, приумножало эту память. Среди экспонатов – уникальная техника. Данный бронеавтомобиль является последней разработкой Министерства обороны в классе бронеавтомобилей. Обладает четвертым классом защиты. Выдерживает разрыв осколочно-фугасного снаряда весом мощностью до 8 килограмм в тротиловом эквиваленте. В экспозиции поезда музея не только передовые образцы отечественной техники. Наш вагон называется «Цветные революции, механизмы развития и их последствия». Все картины в нашем вагоне могут отоживать. И вы видите все вот эти беспорядки, все вот эти кошмары в действии. Это грузинские события, там вот украинские события. Тематический поезд стартовал с Киевского вокзала в Москве 25 апреля. За 64 дня он посетит все основные города России. На карте маршрута более полусотни точек. Завершится акция 27 июня в Подмосковном парке «Патриот».